Игорь Клаунашенко снова опозорился. Накануне он врал, что российский разведывательный корабль «Иван Хурс» остался безнаказанным в Черном море. Два беспилотника им действительно удалось подбить на подходе. А вот третий взорвался прямо у борта корабля и очень серьезно его повредил. Ждем видео последствий очередного «Ничего не произошло» от Клаунашенкова. В 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. Все катера противника уничтожены огнем и штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточной пролива Босфор. Потерь в вооруженных силах России нет. Кремлевского пропагандона Константина Долгова, который в 2014 году водил по Харькову митинги с криками «Путин, введи войска! Харьков – это Россия!» остался без работы за, как он объясняет, вчерашнее интервью с руководителем ЧВК Вафлер Пригожиным. Сегодня вечером должен быть очередной эфир стрим-шоу «Телега онлайн», но меня там не будет, потому что меня уволили из проекта за интервью с Евгением Пригожиным. Уволили буквально на следующий день. Вот вечером вышло интервью, на следующий день, на следующее утро мне сообщили, что в моих услугах не нуждаются. И прямым текстом сказали, что это из-за того самого интервью. Этот кружочек наверняка сейчас удалят, удалят те, кто меня уволил. Тем временем Пригожин продолжает издеваться над армией Шойгу. Он якобы выводит своих вафлеровцев из Бахмута, оставляя немного пушечного мяса, бибера и долика в помощь регулярным войскам Российской Федерации. Два человека, которых мы оставляем военных. Подойдите ко мне, парни. Бибер и долик. Вот это бибер, вот это долик. Поэтому, как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии. Парни, не обижайте военных. Ладно? Хорошо. Хорошо. Все. Если что, они вместе с ними. Родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу намыло. Глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин дал развернутое интервью политтехнологу Константину Долгову. Журналисты издания «Верстка» обратили внимание на карту позади Пригожиной и пришли к выводу, что на ней отмечены точки бизнес-интересов владельца частной военной компании. Это 32 страны, в том числе в Латинской Америке, Азии и Океании. Хотя ранее об активностях структур Вагнера в некоторых из этих стран не упоминалось. Не мы придумали эту спецоперацию, но мы взяли под козырек и сказали, если деревня попала в блудняк, если мы пошли п***ть с соседями, надо п***ть до конца. Спецоперация – это перевод Украины в наше пророссийское лона. Такими словами основатель ЧВК Вагнер охарактеризовал цели так называемой специальной военной операции. По его словам, это можно было сделать мирным путем. Тем самым фактически поставил под сомнение необходимость самого вторжения в Украину. Если мы делаем пророссийское лона, надо поменять верхушку власти, расцеловать народ в задницу и позвать их к себе. Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Подошли к Киеву, потом русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли. И после этого, или там до этого уже времена, путаются изюм, красный лиман. И как-то у нас все вот не складывается. По мнению прокремлевского бизнесмена, деноцификация и демилитаризация Украины, о которых в начале войны говорил Путин, не достигнута, а получила обратный эффект. Раньше Украина была бывшей республикой СССР, а теперь о ней знает весь мир. Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается деноцификации. Теперь, что касается демилитаризации. Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, сегодня 5 тысяч танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее домилитаризировали? Получается, что наоборот мы ее. Хрен знает как милитаризировали. А украинская армия стала одной из сильнейших в мире. В то же время, по его мнению, первой армией является отнюдь не российская. А ЧВК Вагнер. Я думаю, что украинцы сегодня – это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских, на чем угодно. Одинаково успешны. И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. У них все идет ради достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну. Но более технологично и более четко. Также в интервью политтехнологу Константину Долгову Евгений Пригожин впервые оценил масштабы потерь своей ЧВК в ходе боев в Бахмуте. По его словам, эта цифра больше, чем за все время войны в Афганистане. В районе 30-35 тысяч у меня было единомоментное количество. За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Ну, без зон имеется в виду. Приблизительно еще процентов 20 это тех, кто ранен. Не упустил возможность Пригожин и в очередной раз раскритиковать министра обороны России Сергея Шойгу. Мол, он не подходит для должности министра обороны. С Шойгу невозможно вести диалоги. Есть просто позиция, что ты мразь. Есть боги и есть мразь. Если сегодня Мезенцев становится министром обороны, а Суровихином начальник генерального штаба, вот та структура, которая, на мой взгляд, была бы нормальная. Теперь политическая кредо. Родину люблю. Путина слушаюсь. Шойгу намыло. Судью намыло, да? Воевать будем дальше. О том, как будет развиваться война в Украине, Пригожин описал два сценария. Согласно оптимистичному, Европа и Америка устают от украинского конфликта, а Китай всех садит за стол переговоров, в результате которых Россия оставляет за собой захваченные территории. В него главный вагнеровец не верит. Пессимистический же подразумевает подготовку к тяжелой войне. Украинцам дают ракеты, они готовят войска, у них есть меопарды. У них подготовленный достаточно управленческий состав. Безусловно, они будут продолжать наступление, пытаться контратаковать. Возможно, это контрнаступление, как уже раньше говорил, оно где-то случится успешно. Они будут восстановить границы, грубо говоря, до 2014 года, и это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. Поэтому нам надо готовиться к тяжелой войне. И чтобы в этой тяжелой и длительной войне не допустить поражения, Пригожин предложил примерить образ Северной Кореи. Мы должны ввести военное положение, должны объявлять новые волны мобилизации. Мы должны во время военного поражения всех перевести на производство, кого возможно, боеприпасов. Перестать жировать, перестать строить новые дороги, новые инфраструктурные объекты и работать только на войну. В то же время глава Вагнера выступил против применения ядерного оружия в Украине, назвав конфликт дракой соседей. Мы устроили эту драку. Есть соседи, и они поругались. И ты приходишь к соседу, ты можешь ему разбить морду, можешь разбить посуду. Но если тебя сосед послал на три буквы, а ты взял топор и уебал ему по башке, то это какая-то уже такая ситуация, да, странная. Вот ядерная бомба – это топор. Не надо за соседа бегать с топором. Надо честно либо ему пи*** вставить, либо сознаться, что он тебе вставил. Редактор субтитров А.Семкин